В Курганской области рейды по соблюдению санитарно-противоэпидемиологических норм проводятся в новом формате. Ежедневно в них принимает участие большое количество групп. Они разделены на три потока – утренний, дневной и вечерний. Маршрут разработан с учетом специфики работы организаций и статистики их посещаемости. Контрольно-надзорное мероприятие проводится в объектах торговли, общественного питания, парикмахерских, салонах красоты, офисных помещениях и банках. Сотрудники администрации совместно с ведомственными структурами, куда входят Росгвардия, Роспотребнадзор, МЧС, ОМВД, Гостехнадзор и ветеринарная служба, отправляются в рейды каждый день. Перед этим они проходят обязательный инструктаж, ведь соблюдение всех санитарно-противоэпидемических норм является эффективной мерой профилактики распространения коронавирусной инфекции и способствует снижению заболеваемости. За неделю с 1 по 7 ноября было проверено около тысячи объектов, было составлено 24 протокола. Основная причина составления протоколов – это нарушение санитарно-эпидемического режима. Особое внимание уделяется входным фильтрам. Это контроль предъявления, QR-кода о пройденной вакцинации, справке о перенесенном заболевании, либо отрицательного результата ПЦР-теста там, где это потребуется. Помимо этого, обязательно наличие документа удостоверяющего личность. Также контролируется соблюдение масочного режима, дезинфекция помещений и контактных поверхностей, наличие антисептиков и разметки социальной дистанции. В Курганской области не было введено полного ограничения, полного локдауна, как в других регионах нашей страны. Были приняты некоторые точечные оптимальные решения, которые разрешили работать бизнесу, но в условиях определенных ограничений. То есть это должны все понимать, и бизнес работает в эти дни все, и продолжает работать. Напомним, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, за несоблюдение масочного режима и нарушение санитарно-противоэпидемиологических норм физическим лицам грозит наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 1 до 30 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей. Напоминаем, что выполнение решения оперативного штаба является обязательным для всех горожан. Это поможет сберечь в первую очередь свое здоровье и предотвратить распространение инфекции.